Здравствуйте! С вами снова «Выходные на колесах». Программа для тех, кто смотрит на мир через лобовое стекло своего автомобиля. Мы взяли на первый взгляд стопроцентного горожанина. Компактный хэтчбэк Hyundai i30. И отправились на нём из столицы к российским рубежам в Псковскую область. Сегодня мы поговорим о двух последних веках истории Псковской земли. Нас ждёт военно-исторический музей с уникальными находками времён Второй мировой войны, в том числе и экспериментальным оружием. Мы побываем на так называемой линии Сталина, увидим, как наша страна готовилась к войне, а ночевать мы будем в районе Пушкинских гор, в старинной усадьбе, как помещики, по соседству с самим Александром Сергеевичем. До первой точки нашего маршрута на Псковской земле около 650 километров. Это, конечно, не очень близко, а с учётом пробок на выезде из Москвы из-за реконструкции на Варижской трассе потратить нам придётся на дорогу часов 7-8 не меньше. Так что выезжать нужно пораньше. Но ненавистные ремонтные работы быстро закончатся. Потом нас ждёт километров 50 идеального автобана до Волоколамска, а после достаточно приличная трасса М9 «Балтия». К сожалению, всего лишь с одной полосой движения в каждом направлении и некоторым количеством фур, осуществляющих транспортную связь нашей страны с Европейским Союзом. Но в целом дорога неутомительна, а местами даже живописно. Начнём мы наше сегодняшнее путешествие в городе Остров, визитной карточкой которого, безусловно, является вот этот вот уникальный в мировых масштабах подвесной цепной мост. Мостов таких всего в мире два. Один во Франции, а другой на Псковщине. В острове раньше была паромная переправа, но была она крайне ненадёжна. И вот был объявлен тендер на строительство моста, и был предложен проект арочной конструкции, несказанно дорогой. Питерский инженер Краснопольский предложил свой вариант решения проблемы, аналогов которому в России на тот момент ещё не было. На открытие чудо-сооружения в 1853 году пожаловал сам Николай I, которому мост понравился. И он наградил талантливого инженера орденом Святой Анны Второй степени, которая именовалась Анной на шее. Говорят, эта обновка острова обошлась почти в 300 тысяч рублей. Космические деньги по тем временам. Интересно, а сколько ж тогда просили за отвергнутый проект арочного моста? Сложно себе представить даже. В 1944 году мост заминировали при отступлении фашисты, и едва его не взорвали, но вошедшие в город советские войска успели обезвредить мины и сохранили замечательное сооружение для потомков. Впрочем, о героическом прошлом не только острова, но и всей Псковской земли нам лучше поедет экспозиция местного военно-исторического музея. Путь до военно-исторического музея невелик. В 2011 году экспозиция въехала как раз в то здание, где до революции находилась обслуга моста, на котором мы только что стояли. В экспозиции военно-исторического музея Псковской области около 9 тысяч военно-археологических находок, собранных местными поисковыми отрядами. Центральное место занимает коллекция русского и трофейного оружия и обмундирование времен Второй мировой войны. Только за первую половину 20 века война по Псковской земле прошла трижды. Первая мировая, гражданская, Великой Отечественной. Так что резонно предположить, что любой краеведческий музей в любом Псковском селе будет автоматически военно-историческим. Я думаю, для многих будет откровением узнать, что арсенал Красной Армии времен Великой Отечественной войны состоял не только из общеизвестных автоматов ППШ, ППД, либо из винтовок Мосина. Вот французские винтовки конца 19 века, заказанные еще царским правительством для нужд русской армии. Они отвоевали Первую мировую, потом попали в арсеналы, а потом оттуда из арсеналов в руки бойцов Красной Армии. А вот несколько обратный пример. Казалось бы, та же самая винтовка Мосина образца 1895 года должна была за почти полвека уже изрядно устареть. Но вот варианты мусинской винтовки, которые использовались не только нашей армией, но и поляками, и финнами, и даже немцами. Причем немцы переделывали ствол захваченных трофейных винтовок под установку своего штыка и перетачивали казенник под свой немецкий патрон. Когда не хватало обычных гранат, когда гранаты были в дефиците, в ход шли бутылки с ракетельной смесью, знаменитый коктейль Молотова. И бутылки эти доставлялись врагу не только при помощи мышечной силы бойца, но и при помощи вот таких вот насадок на обычную трехлинейку мусинскую, которые назывались бутылкометы. А вот немецкая альтернатива нашему бутылкомету. Саперная лопатка, она же мартира для запуска осколочных противопехотных гранат. Говорят, лететь граната могла максимум метров на 50. Есть в Возрастском музее и выставленные находки, которые способны поразить воображение даже видавших виды специалистов. Вот, например, здесь, в Косковской земле, на месте реальных боевых действий найден уникальный экземпляр экспериментальной автоматической винтовки конструкции Симонова. Это оружие никогда не поставлялось в войска и было сделано в единичных экземплярах. Это сейчас, чтобы достать все эти сокровища, приходится копать. И копать довольно интенсивно. А 70 лет назад все это лежало на земле. И псковичи, когда стали налаживать мирную жизнь на своей выжженной, разграбленной земле, были вынуждены использовать все, что попадалось под руки для того, чтобы хоть как-то наладить быт. Вот примеры. Черпак из немецкой каски устройств для того, чтобы очищать отхожие места. Ведро, лампа, умывальник, сделанный из гильз от гиевистских снарядов. И еще одна лампа, на сей раз, выполненная уже из немецкого противогаза. Вот, в зал военно-исторической одежды в пору привозить в обязательном порядке художников по костюмам из театра и кино, чтобы учились в тестоверности. Это не реплики. Здесь все настоящее, все того времени. Что-то лежало в земле, вроде инструмента, пуговиц, бриноклей. Что-то найдено на забытых складах, вроде немецких шинелей. А что-то в соседских сундуках, вроде тех же немецких плащ-палаток. А лично меня больше всего поразили саперы в двух разных вариантах советских бронежилетов. Довоенным и времен войны. И вот тот вот человек в костюме химзащиты. Кстати, костюм этот новенький, с иголочки, ни разу не одеванный, был найден в одном из дотов оборонительной линии Сталина. Туда-то мы сейчас и отправимся. Для того, чтобы нам попасть на линию Сталина, нам нужно выехать из острова под 45 градусов относительно трассы М-20 и двигаться на юго-запад, в сторону границы. 37 километров от острова до интересующей нас достопримечательности. Первые 32 километра этой дороги асфальт. Трасса находится в относительно приличном состоянии. Многие ее участки отремонтированы недавно. Асфальт хороший, без выбоин, без ям. Что касается инфраструктуры, то и бензина, и сервиса придорожного здесь хватает. Причем бензин качественный, а что касается выбора, то есть все от дистоплива до 98-го. Впрочем, заправившись единожды в острове, я думаю, что нам на наше путешествие бака хватит, поскольку наш 130-сильный моторчик, довольно мощный для такого компактного автомобиля, позволяет ехать в режиме низких оборотов. И средний расход топлива у нас не переваливает за 8 с небольшим литров на 100 километров пути, что даже с учетом автоматической коробки чем-то запредельным, неразумным не выглядит. Вот она, так называемая линия Сталина. Почему так называемая? Да потому что официально это название никогда не было закреплено ни в одном документе. Система пограничной обороны начала строиться в 28-м году. Состоял из укрепрайонов по старой до 1939 года границе СССР. Название линии Сталина первоначально было распространено в западной прессе и отрицалось отечественной пропагандой. К 1938 году значительная доля необходимых сооружений была отстроена. Основу, кстати, их составляли долговременные огневые точки. Это мощные железобетонные конструкции, порой в 2-3 этажа, способные выдерживать артиллерийский огонь и даже авиационные бомбы. Однако строительство Псковского участка как раз только началось в конце 30-х годов и вскоре было приостановлено, поскольку в состав СССР вошли земли Западной Белоруссии, Западной Украины, Бессарабии и Прибалтики, и, соответственно, граница отодвинулась на запад. И там началось строительство новой оборонительной линии, так называемой линии Молотова. Так что вместо 250 предполагаемых вот таких вот дотов на Псковщине было отстроено всего лишь 70 и прорыто порядка 7 километров подземных переходов. Впрочем, если верить актам многочисленных проверочных комиссий, которые приезжали сюда, чтобы оценить ход работ, эти сооружения могли быть использованы по прямому назначению весьма условно. Из основных недостатков. Спертый воздух и высокая влажность в помещениях. Из-за того, что неправильно оценили уровень грунтовых вод, и порой они оказывались затоплены на 20-40 сантиметров. Отмечалось также отсутствие электричества и водоснабжения. Но самое главное, из-за безграмотного планирования из некоторых огневых точек огонь нельзя было вести на расстояние более 100, а то и более 50 метров. Потому что траектория перекрывалась буграми, холмами и невырубленным лесом. А еще, как выяснилось, некоторые точки укомплектованы устаревшими орудиями образца 1877 года. И к ним просто физически нет боеприпасов. Но несмотря на все это, именно здесь, 4 июля, войска Красной Армии приняли бой и сумели удерживать немцев на протяжении 15 часов. Такого сопротивления на этом направлении своего наступления немцы до той поры еще не встречали. День заканчивается, и пора подумать о ночлеге. Но ночлег у нас сегодня будет необычный. Недалеко отсюда находится Пушкиногорье, где воссознанно несколько усадеб, связанных с именем Александра Сергеевича Пушкина. Однако мы не поедем ни в Михайловское, ни в Тригорское. Наш путь лежит в имении Алтунь, принадлежавшее соседям Пушкина, помещикам Львовом. А для этого возвращаемся обратно в сторону города Остров. Там поворачиваем направо на трассу Р-23, через 35 километров сворачиваем налево на Пушкинские горы, еще около 40 километров, и мы на месте в деревне Алтунь. Указатели есть, ошибиться невозможно. Кстати, местные дорожки изобилуют пологими и довольно крутыми поворотами. Весьма, кстати, провоцирующими. А под это дело у нас есть в Hyundai i30 такая забавная игрушка. Здесь можно менять информативность рулевого управления. Сейчас мы переставим его в режим спорт, и руль действительно наливается какой-то тяжестью, появляется обратная реакция. Рулить машинкой становится намного интереснее, даже появляется некоторый азарт. Впрочем, Алтун уже совсем рядом, так что сбавим обороты. Имение Алтун – это родовая усадьба Псковской линии дворян-Львовых. Сохранился парк и часть хозяйственных построек 19 века. С 2008 года на территории усадьбы действует гостиничный комплекс. В России было несколько родов Львовых различного происхождения. Псковские львовы имеют свою достойную историю. В этой достойной фамилии, корни которой уходят в русское средневековье, были и герои Наполеоновской войны, и видные политики, общественные деятели, предварители дворянства, и даже промышленники-предприниматели. Достаточно вспомнить Алексея Ивановича Львова, видного полковника, боеволого офицера, который прошел несколько сражений с Бонапартом. Он был и под Устрлицем, и на Бородинском поле, а потом, ушедший в отставку, занял пост предводителя псковского дворянства. Именно под его надзор и был отправлен сюда, на псковскую землю, из Петербурга Пушкин. Есть достоверное свидетельство того, что Пушкин бывал здесь, в Алтуне, у соседей, у Львова, который был много старше его, но, видимо, хотелось молодому, ссыльному поэту пообщаться и, с одной стороны, с мудрым человеком, а с другой, с боевым офицером, который прошел исторические для России сражения. Интересное совпадение. Пушкин, куда более молодой, и Алексей Львов умирают в 1837-м, в один год. В то время в усадьбе еще не было ни обширного парка, постройки были деревянными, но барский дом уже славился роскошью интерьеров. Там была даже своя картинная галерея. Но настоящего расцвета имение Алтун достигло в конце 19 века при внуке Алексея Ивановича. Лев Львов закончил физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета и лично вместе со своим сыном занимался управлением имениями, используя последние достижения сельскохозяйственной науки и техники. Отец и сын превратили Алтун из обычного поместья с примитивным сельхозпроизводством в настоящий аграрно-промышленный комплекс, чего стоит только пример скотного двора. Это было по-настоящему механизированное животноводческое предприятие. А вот туда наверх заезжали телеги по пандусу с кормами. И затем по рельсам, лежащим параллельно на вагонетках, по чердаку эти корма развозились и равномерно сцепались вниз в стойло, где, собственно говоря, пребывали животные. А еще у львовых была лесопильня, полотняный завод, они выращивали лен, маслобойня, мельница и два винокуренных завода, дававших 50-процентный спирт. К сожалению, от большинства объектов небольшой львовской промышленной империи сегодня остались лишь груды кирпичей, от некоторых куски стен и пустые оконные проемы. Не уцелело и главное здание, главный барский дом. Здание, построенное уже при последнем владельце. Здание, на которое местные крестьяне крестились, как на церковь. Это была очень качественная имитация настоящего европейского средневекового замка. Четырехэтажное сооружение, в котором было 70 комнат и несколько тысяч квадратных метров в жилой площади. Для великой стройки был специально разработан песчаный карьер. Кирпичный завод местный выдавал по 1200 кирпичиков в день, и замок возвели за три года. Увы, колоссальные труды были тщетны. Через три с небольшим года грянула революция, следы хозяев после затерялись, а в помпезном здании открыли технику. Затем санаторий, дом инвалидов. Ну а потом сюда пришли немцы в 41-м, которые выгнали инвалидов и устроили здесь штаб. А в 44-м варвары при отступлении взорвали этот уникальный не только для Псковской земли, но и для всей России памятник. Сегодня неподалеку от того места, где стоял замок, выстроен современный отель. И хочется надеяться, что он не только повторяет готический стиль львовского имения, но и также гостеприимен. По крайней мере, сочетание неповторимой атмосферы настоящей старинной усадьбы с прайс-листом, а здесь просят 7 тысяч рублей за двухкомнатный люкс с камином, нам показалось вполне разумным. Да, наверное, пройдет еще неделя-другая, и вот эти зеркала озер из голубо-серых станут белыми. Ну, а если вы соберетесь использовать предложенный нами сегодня маршрут для новогодних вылазок, советуем вам позаботиться о постое заранее, поскольку эти места пользуются популярностью и у питерцев, и у москвичей, и во многих отелях все новогодние дни уже расписаны. Впрочем, как знать, может быть, вам придутся по вкусу и другие идеи, как можно провести выходные на колесах, которые мы вам дадим ровно через неделю. Берегите себя!